Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Вот и наступили выходные. Я надеюсь, что никто не скучает и не грустит. Рассказывайте, кстати, кто как проводит выходные. Как прошла ваша суббота? У меня, как вы поняли, в работе. Ну а вечером что-то посмотрю. А может быть, просто лягу спать. Если я здесь, это значит, что будет впереди. Очень интересный выпуск новостей, который я для вас подготовил. Сегодня, кстати, будет очень много интересных новостей. Вдруг неожиданно, несмотря на то, что выходные. Обычно, знаете, как на выходных всё так достаточно тихо, тухло, спокойно. А сегодня нет. Я сегодня перед самым началом не мог нормально начать говорить. Как будто, знаете, горло першит. И вот трудно говорить. Поэтому я попросил, чтобы у меня вселилось ненадолго. Монсеррат. Мы попели. Всё прекрасно. Мой голос звучит. Значит, сегодня видео таки быть. Кстати, я таки сходил вчера на фильм «Вечный» Марвел, о котором я говорил. Я в восторге. Мне всё понравилось. Рассказывать о чём там было я не буду. Поскольку многие наверняка захотят пойти посмотреть сами. Но что я хочу сказать. Что многие люди, которые уже успели до меня посмотреть, мои знакомые, они сказали, что фильм ни о чём. Нет смысла тратить время и всё такое прочее. Я был удивлён. Но так как я понимаю, что это всё вкусовщина, я всё-таки сходил и не пожалел. Я очень доволен. Поэтому рекомендую. Идите, смотрите в кинотеатр. Такие фильмы только в кино нужно смотреть. Но это, конечно, для любителей Марвел. Ну и буквально ещё пару слов для тех людей, которые пишут мне иногда комментарии о том, что я сочиняю какие-то сказки из своей прошлой жизни, там, где я работал в отеле. Так вот, смотрите. Есть несколько сериалов про отель. Есть русский сериал «Отель Элеон», по-моему, так он называется. Ещё есть американская версия, которая вышла ещё заранее до этого. Я вам хочу сказать одно, что вот эти все эпизоды из серии, всё, что там происходит, это писал не сценарист. Это всё собиралось из реальных ситуаций, которые происходят каждый день в отелях. Те люди, которые там работают, они знают, они верят. Я понимаю, что, наверное, многим кажется, что я что-то тут выдумываю. Но поверьте, я этим не занимаюсь. Доказывать я ничего не буду. Я лишь только говорю о том, что пойдите поработайте в отель, и вы всё сами увидите. Да я думаю, что не только сотрудникам отеля есть чем поделиться. Рестораны, бары, ночные клубы, те же магазины, супермаркеты, в самолётах что происходит, в поездах. Поэтому я думаю, каждому человеку, который работает в сфере обслуживания с людьми, им всегда есть о чём рассказать. Даже в тех же банках, казалось бы, когда я прихожу в банк там по своим делам, я наблюдаю кучу разных ситуаций, поверьте, они так же выглядят комично. Я думаю, сотрудникам банков им тоже есть чем с вами поделиться. Поэтому если вы живёте скучной жизнью в четырёх стенах и ничего не видели, это не значит, что ничего из того, что вы слышите, не может быть на самом деле. Всё это правда, поэтому перестаньте писать мне уже глупости. Такая же глупость, как мне кто-то написал, а где доказательства того, что ты вот работал с кем-то из звёзд? А мне вот к вам вопрос, товарищи, те, которые мне это пишут. А как вы себе это представляете? То есть я должен ходить с диктофоном, с видеокамерой на лбу и всё время всех снимать. Такой, здравствуйте, там, госпожа Пугачёва, Ротару. Не обращайте внимания, мне просто там для людей нужно доказательства, пруфы, как сейчас там модно называть. Но вы вообще в своём уме, ну как я должен это делать? Вот вы работаете в ресторане, к вам пришла Мадонна, предположим. Вы что, прибежите с телефоном, будете её снимать? Во-первых, вы этого не имеете права делать, а во-вторых, когда вы только попытаетесь это сделать, то вам её охрана, или его, или её, просто этот телефон смоет в унитаз. Вот и всё. Это для тех, кто не понимает, да, как это работает. Никто не может так просто подойти с телефоном и начинать кого-то снимать. А если вы такие неверующие, то самое время начинать уже веровать во что-то. Поверьте хотя бы Филиппа Киркорова или Настю Волочкову, во всё что угодно. Главное, только не пишите мне больше ерунду, а то читать это смешно. Я уверен, что это пишут однозначно взрослые люди. Я всем желаю хорошего настроения, приятного просмотра. Делитесь с вами комментариями, как проходят ваши выходные. Ну а мы теперь переходим к самим новостям. Основатель «Ласкового мая» Андрей Разин мог провести молодость за решёткой, оказывается. И всё это благодаря кому? Али Пугачёвой. А я смотрю, в последнее время обвинять Пугачёву во всём, это стало каким-то новым челленджем, трендом. Вы просто посмотрите. Пугачёва там сидит себе в замке, понимаете, ничего не делает. Молчит редко, где-то появляется. Но сейчас столько внимания со всех сторон. Я не знаю, правда это или нет, но в общем его история такова. В своём инстаграме Разин решил поднять тему, как Примадонна перекрывала кислород неугодным артистам. И признался, что его от мстительной Пугачёвой спасло чуть ли не чудо. Вот что он пишет. Они с тогдашним министром культуры Николаем Губенко потребовали от Николая Рыжкова, чтобы он надавил на генерального прокурора, и меня привлекли к уголовной ответственности за то, что я, не имея музыкального профессионального образования, получаю с каждого своего концерта по 10 тысяч рублей. А Елена Образцова, народная артистка СССР, герой социалистического труда, в Большом театре получала в месяц около 1400 рублей. Слава Богу, благодаря маме Михаила Сергеевича Горбачёва всё обошлось. Но если всё обошлось, то зачем сейчас об этом рассказывать? Хотя я не знаю, как вы думаете, правда это или нет. Я не знаю, возможно так и было, поскольку я помню, что группа «Ласковый май» действительно в то время гремела на всю страну, на всю СССР, и они действительно зарабатывали огромные деньги по тем временам. При том, что я помню, оказывается, что у них там было одновременно несколько групп, якобы выступала подставных в разных городах, чтобы собрать как можно больше денег. В общем, Андрей Разин, видимо, не знал, как о себе ещё напомнить, решил тоже с помощью фамилии Пугачёвой рассказать, что тоже она ему пыталась перекрыть кислород. Комментируйте, переходим дальше. Ну и ещё пару слов про ситуацию с украинским актёром Валентином Томусяком. Вы помните, да, я в предыдущем видео говорил, что его по ошибке внесли в чёрный список туда же, где сейчас Галкин находится, и вот избы извинились перед актёром, которого ошибочно признали угрозой. И в общем, все эти дела. Короче, вы поняли. Ну, слава богу, что разобрались, а то я думаю, что актёр сам, наверное, в шоке был. Но вы знаете, живём сейчас в такое время, когда завтра я могу проснуться, и моё имя и фамилия появятся в этом же списке. Я уже ничему не удивляюсь, какие люди вообще там работают, по какому принципу туда вообще кто-то попадает. Может быть, и меня туда, не дай бог, ещё внесут. Надеюсь, что нет. Ну а теперь вернёмся ещё раз к ситуации Софьи Ротару. Значит, все мы знаем, что СМИ у нас очень любят обсуждать все болезни, вот эти вот все дела. И все мы помним ситуацию, которая произошла с Софьей Ротару. Она вот буквально недавно давала очередной концерт, корпоратив точнее, в Берлине, где многие люди снимали, естественно, выкладывали, ну и СМИ придумали, что якобы у неё там уже начинается Паркинсона болезнь и так далее. Ну и вот на интервью её сестра Аурика Ротару опровергла все эти слухи. Она сказала, что Софье Михайловну ещё с самой молодости пишут какую-то ерунду о том, что она якобы там и туберкулёзом болела, и что ей только не приписывали, и уже, оказывается, и умерла на несколько раз. И то, что сейчас пишут про вот эту болезнь, это тоже неправда. Слава Богу! Родная сестра Софьи Ротару Аурика Ротару в интервью на канале «Ужин с Дороти» рассказала о том, что всё это неправда. Люди, делать нечего. Слава Богу, твот-вот-вот, она здорова и проживёт ещё долго. Так что выдыхаем, товарищи, Софья Михайловна. Всё в порядке, у неё всё хорошо со здоровьем. Как видите, гастролируют, приглашают, поэтому всё замечательно. Пусть и дальше Софья Михайловна радует своих поклонников и живёт долго-долго и счастливо. И радует всех нас своим присутствием. 5 ноября, вчера, в пятницу, Ксения Анатольевна Собчак, главная хайпажорка страны, отметила свой юбилей. Ну, как отметила, не отметила, я не знаю, но, по крайней мере, он состоялся. 5 ноября, день рождения Ксении Анатольевны Собчак. 40 лет, я знаю, что многие очень суверны, не отмечают 40-летие. Ну, Ксения Анатольевна не из тех людей, но также она не будет отмечать свой юбилей, поскольку все знаем, что произошло не так давно. Именно по этой причине она сказала на Первом канале Дмитрию Борисову, что в этом году никакого праздника не будет. Но, по крайней мере, она так сказала. Она сейчас в Риме, я так понял, тусуется, поэтому в семейном кругу проведёт этот день. Ну, что хочется сказать. Я думаю, что у Ксении всё есть в этой жизни, но мы не будем злыми, Поэтому в этот праздник, в день рождения Ксении Анатольевны, давайте просто её поздравим с днём рождения и пожелаем ей всего самого наилучшего. И надеемся, что на пятом десятке Ксения немножечко, так сказать, притормозит и не будет гнать с такой скоростью по жизни. С днём рождения, Ксения! Будь счастлива! Роза Себитова показала своё имение. 59-летняя всероссийская сваха очень гордится своим двухэтажным домом в Подмосковье, на который заработала сама и называет его имением. На своей странице в Инстаграме ведущая «Давай поженимся» опубликовала фото на фоне своего дома и рассказала, что на съёмках одного шоу участники обвинили её в высокомерии. Пришла типа «Я здесь царица». Как считается, Битова, раздражение участников вызвало то, что она живёт в своём доме и называет его имением. И вот что она пишет. «Я думаю, что история такой неприязни к достатку имеет глубокие корни. История нашей страны сложилась так, что порой просто опасно было быть самостоятельным, можно было навлечь беду не только на себя, но и на семью, и всё потерять. Эти события навсегда оставили свой отпечаток на тысячах семей. А выражение «хорошо не жили, нечего и начинать» или «не в богатстве счастья» глубоко заселилась в голове людей. И вероятнее всего, эти отголоски я испытала на себе в проекте. Я не знаю, что там было в проекте. Я так понимаю, что идёт речь про вот это шоу «Звёзды в Африке», где была Роза Собитова. Я не смотрел это шоу, не знаю, что там происходило. Но я думаю, что Роза действительно немного взлетела, так знаете, в космос, как Юлия Пересильта. Она мне напоминает Яну Рудковскую, которая тоже пытается вот этот пафос зачем-то демонстрировать. Хотя, как по мне, Роза Собитова – самая обычная хабалка, которая всё время там сколько уже лет сидит на этом первом канале и орёт, как чокнутая, честное слово. По-другому не могу сказать. Я понимаю, что это её образ, она его отыгрывает. Но видите, ну и есть у тебя это имение. Зачем ты это всё демонстрируешь, если ты так хорошо знаешь историю своего же народа, как ты об этом высказалась в этом красноречивом посте. Зная это всё, ты начинаешь демонстрировать своё богатство, а потом удивляешься, почему люди как-то к тебе не так относятся. Я думаю, что здесь дело не в доме, а дело в её поведении. Но мне она вообще неприятна, если честно. Хотя я понимаю, что это образ, я не знаю, какая она в жизни, но думаю, что в жизни она сильно не отличается, поскольку она же не актриса, давайте говорить откровенно. В общем, комментируйте, какое у вас отношение к Розе Собитовой. Согласны вы с ней или нет? Сейчас самое время поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик, если вы этого до сих пор ещё не сделали. Обязательно нажимаем сейчас на палец вверх. Подписка, колокольчик, все дела. Всё сделали, убедились, что всё работает. Молодцы, теперь переходим дальше. Брэдли Купер, который номинировался на Оскар аж 8 раз, но пока что не завоевал ни одной статуэтки, запускает свою продюсерскую компанию. Первый проект новой студии предельно амбициозен. Купер хочет снять фильм на основе цикла научно-фантастических романов Дэна Симмонса «Песни Гипериона», знаменитой тетралогии о мире будущего. Не знаю, что у него получится из этого или нет. Вообще, я заметил, что многие актёры становятся продюсерами, открывают свои продюсерские какие-то центры. Вот видите, певцы там продюсируют молодых исполнителей, актёры сами хотят продюсировать свои же фильмы. В любом случае, пожелаем удачи Брэдли Куперу. Замечательный актёр. Жаль, конечно, что из 8 попыток номинации на Оскар, так и он ещё до сих пор не получил свою долгожданную статуэтку. Возможно, когда он станет продюсером собственных фильмов, где, наверное, он сам и будет сниматься, поскольку это дешевле, нежели платить кому-то. Может быть, у него и получится завоевать долгожданный Оскар. В общем, вот такая вот новость. Нравится ли вам Брэдли Купер? Пишите всё, что думаете по поводу этого человека. Кстати, это же, по-моему, бородой Ирина Шейк у него была, да, если я не ошибаюсь. Насколько я знаю, что Брэдли Купер у нас хоть и папа, но он из серии «Как Киркурова Лазарев без мамы». Ну и, кстати, про Сергея Лазарева и поговорим сейчас. От одного одинокого папы переходим сразу к другому. Значит, Серёжка Лазарев и его уже, наверное, я так понял, бывший Алекс Малиновский отписались друг от друга в Инстаграме. Похоже, крепкая мужская дружба, назовём это так, которая длилась последние пару лет, подошла к концу. Месяц назад Алекс уехал в Таиланд, и мы все с вами знаем, по какой причине, поскольку он мошенник, который кинул людей на огромные деньги. А Серёжа не просто отписался от него, он удалил все фотографии, которые были у них совместные на странице самого Лазарева. Имеет ли к этому отношение сомнительный бизнес Малиновская, мы, конечно, можем только догадываться, но что-то мне подсказывает, что да. Я так понял, что Алексу Малиновскому, который наворовал денег, по-другому не скажешь. Впереди не очень такое, знаете, светлое будущее, а Серёжка у нас с такой классной репутацией. Он же как белый лебедь, только мальчик, да, такой весь чистый, непорочный, правильный, улыбающийся, спортом занимается. Такая у него хорошая репутация, и тут вдруг такой плохой парень. Ну, в общем, любовь прошла, завяли помидоры. Серёжа решил сбросить ненужный балласт и идти по жизни дальше. В любом случае, желаем процветания Серёжки. А мужичка у нового обязательно найдёт. В конце концов, если не в шоу-бизнесе, так в обычной жизни, я думаю, такой, как Серёжа Завидный Жених, обязательно себе найдёт более достойную партию. Главное, чтобы не влюбился в очередного негодяя. Виктория Боня выкладывает у себя в Инстаграме фотографию, вот этот пост в сториз, и пишет. Я одна вижу эту пальму с глазами и открытой пастью, как у льва. Это просто девушка, не знаю, под чем Виктория там сейчас. Это называется «Волны 5G проникли в мозг Виктории Бонни окончательно, спровоцировав галлюцинацию». Виктория, шо вы там едите, простите? Это просто пальма. Какой леп, какая пасть. Боже мой, Виктория, как всегда, вечно какую-то ерунду несёт. Это, кстати, в сети обсуждают, насколько Ксения Собчак не любит особо женщин. Видите, такая, так скажем, конкуренция женская. Вот, собственно, демонстрация того, как Асти выглядит в жизни и в интервью Ксении Собчак. Называется «Ожидание реальность». Вот что значит неправильный свет, неправильный ракурс, и человек выглядит, ну, мягко скажем, кардинально совсем не так, как на фото у себя в Инстаграме. В общем, бедная Асти, мне её прям жалко. Ксения, ох, и злая вы. Ну, а теперь немного про фестиваль «Парус», который сейчас проходит в Дубае. Буквально недавно там выступала Ленита Гутин и Филипп Киркоров. Наша Азочка Бедросовна тоже там целый концерт дала. Ну, и, кстати, что очень интересное. Значит, дешёвые места на мероприятии практически все свободны. А вот столики стоимостью в почти 600 тысяч рублей полностью заняты. Вот вам, пожалуйста, понты наши всё. Ну, а теперь к самому приятному, вы поняли, к Азе Бедросовне, наша цыганка Аза, как мы без неё. Как вы знаете, весь бомон сейчас на тусе в Дубае, там фестиваль этот происходит. Ну, и наша любимая проказница, мать-кукушка, тоже от выступала. Значит, Азу Бедросовну потянула на мучное, судя по этому фото, рядом с Аленой, блин. Азочка, тебе нужно худать, поэтому ты давай от Алены подальше отходи, ишь ты блинов захотела. В общем, всё достаточно на этом фестивале происходит сдержанно. Я так понимаю, никаких происшествий мы там не увидим, видимо, потому что это всё происходит в Дубае, а не в Москве. А москвиты, они могут себе позволить много чего, как на Муз-ТВ, а здесь нужно себя вести по сдержанию. Поэтому особо рассказывать нечего. Ну, выступают артисты, вот Киркоров в один день выступал со Стасом Михайловым и Леонида Могутиным. Вот, собственно, и всё. Алена, блин, там носилась, со всеми фоткалась, как будто впервые их видит. Но самое удивительное, посмотрите на этот взгляд со сцены, как наша блудница к какому-то мужичку подмигивает. Вот уже проказница. Ну да, а потом приедет домой в свою часовню на исповедь. Так это всё и работает. В общем, Аза Бедросовна от выступала. Посмотрите, какая она вся колеровая. Вся такая скравая. Вот эти три пера свои, три кудри начесала, налакировала. И всё, такой ёжик в тумане безумно немного. В общем, спасибо Азне за то, что продолжаешь нас веселить. Но слава богу, что дети рядом. А вот покемонов можно было бы куда-то и удалить. Комментируйте, переходим дальше. Россиянин потребовал от группы Металлика миллиард долларов. Некий Иван Хохлов направил иск в суд Орловской области 2 ноября. Он называет себя автором текста в музыке, логотипа и обложек альбомов группы и просит назначить ему от них пожизненное содержание. Так, знаете, немножко безумия или что это происходит. Я не знаю, кто этот Иван Хохлов, что ему приснилось. Они, видимо, едят одну и ту же еду с Викторией Бонни. Ну, почему бы и нет? Зато теперь мы знаем, что какой-то Иван Хохлов захотел миллиард долларов. Там, глядишь, вдруг у него получится. Мне интересно, у группы Металлики вообще есть этот миллиард? Также ещё ранее российский певец Юрий Лаза потребовал 5 миллионов рублей от Первого канала за то, что участница шоу Голос исполнила кавер-версию его главного хита Плот. Музыкант заявил, что редакторы программы намеренно кастрировали песню. Высказался Юрий Лаза и хочет 5 миллионов от Первого канала. Очень сомневаюсь, что у него что-то получится. Ну, Юрий Лаза, он как всегда, там что-то вякает вечно на всех, поэтому это нормально. В сети заговорили о беременности Тины Канделаки, но телеведущая дала понять, что она не беременна, а просто питается осознанно. И вот здесь вот называется вопрос, беременна или нет? В любом случае, через 9 месяцев мы об этом узнаем обязательно. Но многие, кстати, утверждают прям вот настойчиво, что всё-таки Тина беременна. Напомню, Тине Канделаки 45 лет, и если действительно она беременна, это будет очень круто. Буквально вчера, пока мы с вами спали, группа Аба выложила альбом Voyage, первый за 40 лет. На нём 10 треков, очень похожих по звучанию на старые хиты легендарных шедевров. Музыканты говорят, что наплевали на модные тенденции по двум причинам. Хотели воссоздать дух старой доброй Аба и не нашли в современной поп-музыке ничего, чему бы хотелось подражать. Первая песня называется «Я всё ещё в тебя верю». Поэтому фанаты группы Аба, вы можете находить их альбом под названием Voyage. Слушайте и наслаждайтесь, такая, знаете, отголоски той классной музыки, которую делали когда-то. Поскольку сейчас, я уже много раз говорил, ещё раз повторю, то, что сейчас производят, это не музыка, это какие-то просто звуки. Ну и вот украинская группа Casco тоже выпустила свой третий альбом Casco Sweet, который назвала экспериментальным. В нём 12 треков, многие из которых мы уже слышали, дуэт с Тиной Кароль и Алексеевым певцом. Ну и продюсер группы Casco Юрий Никитин на презентации альбома вспомнил историю с национальным отбором на Евровидение, когда группу захейтили из-за слабого вокала Саши Зарицкой. Продюсер уже говорил, что это была заказуха, но чья до сих пор так и не выяснилась. Оказалось, что он даже платил аудиторской компании, чтобы они нашли заказчика. Юрий Никитин утверждает, что заказчик это не артист, а какой-то влиятельный человек. И вот его комментарий. Это связано с политикой, сложно найти конечного заказчика, но это точно не органика. Это серьёзная компания, которую проводили одни из самых дорогих диджитал-агентств в стране. Что хочется сказать, понимаете, Юрий Никитин является продюсером этой группы, Поэтому человек готов поверить во всё, что угодно, что тут и инопланетяне вмешались, и магнитные бури, и всё, что угодно. Но только он ни в какую не примет тот факт, что солистка этой группы действительно пела очень плохо. Я уже говорил, что я был на концерте группы Каско перед самым вот этим локдауном. И у меня на протяжении всего концерта, я думал, просто вся кровь уйдёт через уши, поскольку солистка этой группы действительно не умеет петь вживую. Спасибо бэк-вокалу, который замечательно её перепевал. Поэтому, Юрий Никитин, не нужно придумывать того, чего нет. Она действительно не прошла национальный отбор абсолютно заслуженно, поскольку у неё проблемы с вокалом. Актёра Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина. Что там произошло? Все мы с вами знаем, что Валентин Юдашкин борется с очень страшной болезнью. Но господин Дюжев позволил себе неосторожные слова, за что, собственно, и поплатился. И вот что он сказал. Все живём одним днём. Тот день, когда перейдём и в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения, это он про Юдашкина, нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь ещё, неизвестно. Это всё он говорил рядом со стоящими Юдашкиными супругами. Понимаете, вообще всё в порядке у Дмитрия Дюжева. Он что, тоже что-то употребляет непонятное. Как можно такое вообще говорить, когда рядом стоит человек, который уже много лет борется со смертельным заболеванием? Я в шоке, честно. Взрослый человек. Ну и у нас новый скандал в проекте Суперстар, там где Сергей Соседов. Как вы понимаете, Сергей Соседов там не случайно. Если он сидит в жюри, значит будет много острых моментов. И вот один из участников шоу Суперстар на НТВ. Ещё до старта программы устроил скандал. Певец Юлиан, для тех, кто вообще помнит, знает такого, отказывается считать члена жюри Сергея Соседова музыкальным критиком. В общем, Юлиан не воспринимает Соседова. Артист заявил, что журналист не имеет права судить музыкантов, так как не получил профессионального образования и вообще не попадает в ноты. И вот его комментарий. Чтобы серьёзно критиковать музыку, как мне кажется, нужно иметь профессиональное образование. Лучше всего закончить консерваторию. Более того, Юлиан уверен, что Сергей Соседов совсем не тот, за кого себя выдаёт. По словам певца, у телеведущего есть лишь красный диплом факультета журналистики МГУ, то он является не музыкальным критиком, а музыкальным журналистом. И вот что он продолжает. Серёжа потрясающий журналист. Я хочу пожелать ему писать статьи, разгромные, разные. В этом он, мне кажется, мастер, но он не критик. Ещё раз настойчиво высказался Юлиан. Сергей Соседов не заставил себя ждать и дал ответочку Юлиану. И вот ответ Сергея Соседова. Вы знаете, у меня никаких конфликтов с Юлианом не было. Более того, он благодарил меня за мою работу в шоу и за те оценки, которые я ему давал в этом шоу. Понимаете, говорить можно всё, что угодно. Потом, когда уже замечания высказаны. Они певцы, они бы за собой лучше смотрели. Этим только Юлиан и грешит. Ну, получается, что Сергей Соседов уличил Юлиана в лицемерии. Оказывается, что он изначально был благодарен, принимал всё замечательно, прекрасно. А тут вдруг решил зачем-то высказаться. Я не знаю, что это значит. Всё, что я знаю про Юлиана, они как-то собирались там с певицей Анастасией, поженились, потом развелись. Всё это происходило у Малаховой, я так понял. Таким образом пытались привлечь к себе внимание. Возможно, теперь Юлиан снова решил высказаться. Я думаю, что если Сергей Соседов сидит в качестве члена жюри в музыкальном шоу, значит он на своём месте. Но если уже исходить из слов Юлиана, то почему всё это полетело только в адрес Сергея Соседова, который так много может рассказать про музыку и разложить это всё так красиво по полочкам, то мы получим реальное наслаждение от всего, что он говорит. Почему он не промолчал тогда, что там сидит Лера Кудрявцева? Вот этот человек точно никакого отношения к музыке не имеет. Мне кажется, она вообще не имеет никакого отношения ни к журналистике, ни к чему. Она, знаете, человек, который случайно туда попал. Да, у неё неплохо получается, она уже научилась, всё это прекрасно у неё там выходит вести эти ток-шоу, она там гармонично вписывается. Но если я говорю, если Юлиан такой у нас умный и говорит о том, что Сергею Соседову там не место, то нужно было тогда и по Лере Кудрявцевой пройтись. А нет, видите, промолчал. Странная ситуация, в общем, как по мне, Юлиан просто решил к себе привлечь внимание. Комментируйте, переходим дальше. Ну и ещё один у нас скандал. На этот раз Вика Цыганова и Иосиф Кобзон. Вика Цыганова рассказала, как Иосиф Кобзон ей испортил карьеру. Ещё в 90-х певица была на пике своей популярности. Однако в один момент она загадочно пропала с экрана в телевидении и перестала давать концерты. Как призналась артистка, её карьеру пытался разрушить Иосиф Кобзон. Певица впервые рассказала подробности их отношений с легендой российской эстрады несколько лет назад в интервью Лере Кудрявцевой. Ну не в интервью, а в передаче «Секрет на миллион». Для тех, кто не смотрел, рассказывая, она побывала пару лет назад на «Секрете на миллион», где, собственно, об этом рассказала. Однако певица пожалела об этом и расплачивается за свои откровения до сих пор, представляете? По словам Цыгановой, всё началось тогда, когда Иосиф Кобзон сделал ей недвусмысленное предложение. Тот пригласил её продолжить вечер в интимной обстановке после выступления. Она отказалась, что и спровоцировало вражду коллегой. Как певица рассказала Кудрявцевой, именно после этого инцидента её карьера покатилась под откос. Вика Цыганова уверена, что удар по её карьере нанёс именно Кобзон. Артистка призналась, что даже после ухода артиста из жизни боится высказываться о нём. И вот что она говорит. О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. 20 лет забвения, чёрная метка на телевидении. Всё, что я сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович мужчина. Такие сегодня редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся. Также Вика Цыганова призналась, что в современном шоу-бизнесе есть что-то растлеющее и омерзительное. По её словам, именно этого нужно опасаться и не связываться с такими людьми. Но есть и хорошие, светлые, талантливые. Просто одной краской мазать это всё нельзя. В общем, как вы поняли, Иосиф Кобзон, которого уже с нами нет в этом мире, предлагал неприличные вещи певице Вике Цыгановой. Она ему отказала, после чего на экранах её больше не стало. Вы знаете, я могу в это во всё поверить, поскольку мы прекрасно понимаем, кем был Иосиф Кобзон. Его влияние было очень масштабное. Поэтому, если многие говорят, что Пугачёва-то могла убрать, могла, то Кобзон ещё легче мог это всё сделать. Поэтому, почему бы и нет, верю. Но в любом случае, я не буду, конечно, ничего утверждать. Это её слова. Но, как вы поняли, два года назад в передаче «Секретный миллион» она об этом сказала. И вот до сих пор ей прилетает за это. И она уже об этом пожалела сто раз, что решила рассказать. Комментируйте, переходим дальше. Ида Галич решила теперь никого не впускать в свою спальню. О чём идёт речь? О том, что вот она, как я так понимаю, не может отойти от развода с бывшим супругом Аланом. Она обратилась к своим подписчикам, рассказывает о том, что вот я с вами была откровенно делилась о всём, но вот теперь вы должны меня понять. Я имею право на личную жизнь, и я хочу это держать в тени. Поэтому не обижайтесь, но я вам ничего не расскажу. В общем, выкатила она вот пост по поводу этого дела. Я, конечно, её понимаю, но мне кажется, что теперь Ида уже поздно. Поскольку, если вы изначально уже поехали по этому пути, то теперь сворачивать можно, конечно, но как на это отреагирует ваша публика, время покажет. Но, опять-таки, я подчеркну, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Но ведь они сами всю её выставляли на показ. Вот посмотрите, какая ему счастливая семья. Никто же не просил вас это делать. Насколько я помню, Ида Галич, Настя Ивлеева, они появились благодаря своим вайнам. А потом они зачем-то начали демонстрировать всю свою жизнь. Таким образом, они зарабатывали деньги. А когда всё пошло не так, и их семьи распались, то они вдруг решили занять другую позицию. Ну, посмотрим, как у них это получится. Хотя мы с вами знаем, как только теряются охваты, то они начинают всё демонстрировать и выпячивать всё снова на показ. Ну, и, кстати, бывший супруг Иды Галич, Алан, решил тоже уйти в блогерство, в ТикТоке там снимают. В общем, жалкое зрелище, как по мне. Инфоцыганка Регина Тодоренко, которая после первого марафона личностного роста купила квартиру в элитной новостройке, снова прогревает аудиторию байками о нищенской жизни. Выкатила там один пост с таким слезливым текстом. Я просто чуть не обрыдался. Но я шучу, конечно. Вот кроме отвращения, это Регина мне ничего не вызывает. В общем, тут к бабке можно не ходить, готовится второй марафон. Сценарии прогрева, которые призваны разжалобить сердобольных подписчиков, пишут специально обученные люди. Приобрести их в сети можно всего за 3000 рублей. Поэтому обращайтесь, если вы вдруг хотите тоже сделать свой курс. Не пишите сами эти посты, поскольку прекрасно понимаете, что вы не сможете это сделать так красиво, как это делают специально обученные люди, которых наняла Регина Тодоренко. В общем, давит на жалость, прогревает очередной марафон. Понимаю, квартиру купить купила. Теперь же еще и ремонт нужно в ней сделать. Молодец, Регина, продолжай. Но опять-таки повторюсь, это дело добровольное. Хотите, покупайте. Но жалеть? Вот я лично скажу так. Мне вообще ни капли не жаль тех людей, которые по глупости верят вот таким инфо-цыганам и отдают им добровольно деньги. Еще раз говорю, если вам некуда деть деньги, то пойдите, пройдите курсы. Настоящие. Получите какую-то профессию. Помогите приюту. Помогите фондам. Да не знаю, соседям своим помогите, у которых наверняка есть проблемы, там, не знаю, материальные или еще что-то. Зачем вы тратите деньги на вот эту ерунду? Никакие марафоны никогда вам ничего не помогут и не изменят. Все это вранье. Комментируйте, переходим дальше. Изгнанная из МХАТа Ольга Бузова и ее открытая душа. Надутые губы и придыхание прям как у Доронины. Собственно, наша актриса, несостоявшаяся Ольга Бузова, сидит в театре, демонстрирует, какая она любительница театров. Так сказать, театралка на минималку. Оленька Бузова в красном платье пришла на выступление. Все это, естественно, демонстрирует у себя в Инстаграме. Вообще, Ольга Бузова, вы же знаете, она демонстрирует каждый свой шаг. Я удивляюсь, как она еще не показывает, как она ходит в туалет. Спасибо, Бузова, и на этом. Слава богу, мы этого не видим. В общем, Оленька побывала в театре в пятницу. Все это нам показала. Не знаю, насколько ей действительно это все интересно. Но на следующий день уже умчалась куда-то. Как всегда, она писала, угадайте куда. Но что здесь угадывать? Я так понимаю, что Ольга помчалась к нашей Азе Бедросовне в Дубай, там, где проходит музыкальный фестиваль. Как вы понимаете, ни один музыкальный фестиваль уже не обойдется без Ольги Бузовой. Поэтому они встретятся. Еще Давы у них хватает. Так, знаете, чтобы тройничок уже был. Бузова, Дава и Аза Бедросовна. Это будет замечательно. В общем, Оленька, хорошо тебе провести время. Знаете, что я еще, кстати, заметил? Ведь Бузова нам демонстрирует свою такую богатую, тоже роскошную жизнь. На частных джетах она летает. Мы это все видим. Квартиры там, не знаю, что у нее есть. Я особо не слежу. На что я обратил внимание, она ходит на протяжении уже нескольких месяцев. Вот с самого того момента, как ей подарила сумку Яна Рудковская, Лу Виттон. Вот она с этой сумкой постоянно ходит. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Возможно, это ее любимая сумка. Но выглядит это так, как будто у человека больше нет другой сумки. Она весь здесь, не всегда. Но я понимаю, у меня, допустим, она одна, да? Такая небольшая бананка, с которой я хожу. А зачем мне много? Ну ты ж звезда, ты ж богатая. А что все время с одной-то ходишь? Что, на вторую не заработала? Ребят, ну скиньтесь человеку на вторую сумку. Человек, понимаете, мучается и приходится все время подбирать гардероб под одну и ту же сумочку. Кто-то еще на этот момент обратил внимание или только я такой внимательный? В общем, Оль, я тебе не завидую. Желаю, чтобы тебе Янка еще подогнала какую-нибудь другую сумку. Ян, ты слышишь, да? Оле нужна еще одна сумочка. На этой ноте я буду заканчивать выпуск новостей шоу-бизнеса. И мы с вами врываемся в рубрику классных, добрых, хороших новостей. Понеслась. Пара пенсионеров оплатила подарки для детей из бедных семей. Владельцу магазина игрушек в Австралии пожилые люди рассказали, что в молодости у них не было денег, чтобы купить своим детям что-нибудь на Рождество. Поэтому понимают, как многим семьям тяжело это сделать сейчас. Благодаря их поступку подарки получат, внимание, 82 семьи, которые в этом нуждаются. Пенсионеры не представились и пожелали остаться анонимными. Но вот почему? Почему люди, которые творят что-то хорошее, которые действительно сами прошли через такую жизнь бедную, сейчас у них есть возможность, они хотят подарить радость другим людям, точнее они ее дарят, помогают и при этом, видите, хотят анонимными остаться. К сожалению, не могу сказать кто, но это точно какие-то пенсионеры из Австралии. Вы крутые, спасибо вам за это. А вот это неожиданный поворот событий. Значит, водитель обнаружил дальневосточную рысь на городской автобусной остановке. Эту хищную кошку, которую и так невероятно трудно встретить в природе, просто отдыхала на лавочке в Благовещенске. А вас там весело, слушайте, идешь так на автобусную остановку, а там котик сидит. Ну, такой, немножко дикий, но мило. Очень редкой породы рысь просто сидит на остановке и ждет свой автобус. Полицейский спас человека, который, как вы поняли, снова оказался в реке. Полицейскому сообщили, что в небо упал человек, и он тут же схватил буксировочный трос и отправился на помощь. Вытащить человека из воды капитану полиции помогли прохожие. Спасенного передали врачам, а полицейский дальше пошел спасать жизни. Вот настоящий герой. Спасибо ему за то, что помог человеку. Спасатели помогли мужчине найти сбежавших лебедей. Ну, видимо, лебедям надоело жить, они решили отправиться в свободную жизнь. Москвич занимался разведением птиц и не уследил, как часть птенцов разлетелась. Он вызвал спасателей, и те не отказали в помощи. Общими усилиями удалось поймать несколько лебедей. Однако некоторых птиц найти не удалось. Поиски продолжаются, но надеюсь, что они их все-таки найдут. Поскольку, наверное, в дикой природе им будет сложно. А вот это видео, это, конечно, очень интересно. Значит, вы помните закон Архименда. Наверное, многие даже не знают или не помнят. А вот эта сорока не прогуливала, судя по всему, уроки физики. И они ей отлично пригодились жизни. Видите, что делает? Набрасывает туда камни или что-то носит, чтобы напиться воды. Вот это вот называется умная птица. Кстати, я очень часто, когда наблюдал за птицами, и не только, они реально очень умные и сообразительные. Все они знают лучше нас. А вот этот вообще, конечно, герой, еще один парень. Врожденная слепота, неутешительные прогнозы врачей не помешали герою этого видео стать музыкантом. История, вопреки всему, которая доказывает, что рамки только в нашей голове. Человек не видит. У него там куча разных диагнозов, которые я не буду озвучивать. Но, несмотря на это, он стал действительно успешным музыкантом. 15 лет он выпустил альбом. Он играет в баскетбол, занимается спортом. В общем, живет активной, полноценной жизнью. И вот, берите с него пример. Это, как всегда, нас мотивирует, восхищает. И спасибо Мэтью. Его звать Мэтью за то, что он вдохновляет нас не унывать ни в коем случае. Учительница из России обучает детей физики в Майнкрафт. Это такая игра. Этой идеей Екатерине пришла с начала пандемии. Она перевела дистанционные уроки в видеоигру. Школьники построили цифровой класс, чтобы преподаватель могла показывать презентации. Позже на их сервере появились кинозалы для лекций и лаборатории, где дети создают проекты по физике. Вот вам, пожалуйста, как человек решил привлечь особое внимание к своему предмету. Поскольку вы знаете, что многие любят поиграть в разные компьютерные игры. Майнкрафт, я так понимаю, одна из популярных. И учитель по физике таким образом решила совместить приятное, полезное. Ну, круто, молодец. Я вообще считаю, что все образование нужно немножко менять. В плане того, что сейчас люди не особо хочут обучаться. Поэтому с помощью каких-то новых тенденций надо это все совмещать. И вот благодаря таким инновациям эта учительница привлекла особое внимание к своему предмету. А это просто мишка, который отдыхает, расслабленно и безмятежно валяется. Надеюсь, что у вас также выходные проходят. Вы не напрягаетесь, как у этого мишки. Южно-Камчатск. Вот такие медведи там милые. Ну, главное подальше от них. Валяние в грязи одно из самых любимых занятий панголина. И не скажешь, что это беззаботный зверек был на грани гибели. Животные успели спасти от браконьеров зоозащитники. За что им огромное спасибо. Малыш был в ужасном состоянии, но сотрудники ветеринарной клиники смогли его вылечить. Скоро панголина вернут в дикую природу. Браконьеры задолбали уже, если честно. Когда их уже запретят. На свет появились птенцы одной из самых редких птиц в мире. По мнению ученых, в дикой природе обитает менее 200 красноклювых курасов. Или курасов. Я не знаю, что это за птицы такие. Видимо, они не просто редкие. У них еще и название очень сложное. Сотрудники зоопарка, где родились птенцы, заметили, что самка не сидела на яйцах. Рисковать потомством редких птиц работники не собирались. Поэтому вырастили детенышей в инкубаторе. Двух птенцов вернули обратно родителям. И те быстро приняли детенышей семью. Вот такие вот редкие птички. Так мало их совсем. Сотрудники Ленинградского зоопарка провели для еноти химмоли испытания. Чтобы она проявила ловкость и смекалку. Добывая орехи. Моли с легкостью со всем справилась. Вот так вот. Вообще, еноты, конечно, милые создания. Но если их завести себе дома, это будет капец. На этой мимишной ноте я буду заканчивать сегодняшний субботний выпуск новостей. Я искренне надеюсь, что он вам понравился. Вы досмотрели его до самого конца. Если вы вдруг забыли поставить палец вверх, обязательно это сейчас нужно сделать. Палец вверх, лайк, сердечко, как вам угодно. Это называйте. Главное, чтобы вы это все сделали. Ну и, конечно, комментируйте. Не стесняйтесь. У нас тут классная, добрая комьюнити. Мы так дружно всех приветствуем, общаемся, подбадриваем, поддерживаем. Если вдруг кто-то болеет, обязательно поправляйтесь. Не нужно переживать. Сейчас сезон болячек вот этих ОРВИ. Поэтому все нормально. Главное, не накручивайте себя. Все будет окей. Приходите на этот канал, получайте хорошую разрядку, настроением хорошим заряжайтесь. И все будет прекрасно в вашей жизни. Я вам искренне этого всем желаю. Огромная благодарность всем, кто меня поддержал финансово. Всем, кто просто приходит на канал, смотрит, подписывается, комментирует. Это тоже огромная поддержка. Я вам всем и каждому благодарен. И не устану благодарить в каждом ролике. Без вас, понимаете, не может быть меня. Поэтому мы друг друга нашли. У нас тут прям такая дружная большая семья. Давайте ее максимально увеличивать. Ну и будем сохранять здоровую, добрую атмосферу. Чему я очень искренне рад. Всем шлю воздушный подслой. Крепко обнимаю. Не скучайте, не грустите. До скорых встреч. Пока-пока.